Продолжим изучение системы Караваева Профилактический оздоровительный режим по Караваеву включает Диету, прием травяных препаратов, бальзамов Караваева Физические упражнения, дыхательную гимнастику Самомассаж, водные и другие процедуры А для работы с собственной психикой особую систему психического саморегулирования В результате система Караваева оказалась настолько эффективной Что уже при его жизни о нем шла слава, как о человеке С умевшим излечить рак и другие неизлечимые болезни Итак, из перечисленных трех обменов Веществ, энергии, информации Информация – это психические процессы Самоздоровление психики является основным И о нем мы поговорим подробно Но при этом не будем забывать и о других Которые обеспечивают целостный подход к организму человека Указанные обменные процессы Тесно взаимосвязаны в организме Каждый из них важен для обеспечения здоровья Но Караваев считал, что они неравноценны Организм человека, как единая система Существует одновременно на вещественном, энергетическом и информационно-психическом уровнях При этом главную роль Караваев отдавал именно психическому, информационному уровню Вспомните учение о семи телах Это древнее учение, на которое я часто ссылаюсь Духи, души и теле Где дух струит под себя как душу, так и тело Со всеми вытыкающими тонкими телами Самой главной основой жизни в теле Ее движущей силой И дирижером всех обменных процессов Караваев считал обмен психической информацией Происходящей в сознании человека Понятие психической информации Караваев вкладывал Недопущение внутрь своего сознания Отрицательных психологических установок Настроения и эмоций Которые препятствуют развитию личности в целом А также запускают болезнетворные разрушительные процессы в физическом теле Разъяснение психической информации от психо-душа То есть искажений информационных структур тонких тел души и физического тела Именно от этого искажения возникают болезни и уродства Караваев считал, что с помощью нормализации работы сознания человека Можно не только лечиться и исцеляться Но и вырабатывать прогрессивные творческие идеи В виде мыслей, образов Окрашивающих жизнеутверждающими Позитивными эмоциями и настроениями нашу жизнь Также он особо подчеркивал, что сосредоточение оздоровительных усилий Только на приведении в норм обмена веществ и энергии Но при этом игнорирование обмена психической энергии Не позволит достичь физиологически нормального состояния организма А тем более сохранить его Караваев подчеркивал, что одновременно с оздоровлением клеток организма Например, клеток мозга нейронов С повышением их энергетического потенциала увеличивается сила мышления А это значит, что будут усиливаться и эмоции Как положительные, так и отрицательные И если человек не в состоянии контролировать свое сознание Мыслительно-эмоциональный процесс То выплеск сильных отрицательных эмоций Может быстро разрушить организм И привести его к еще худшему состоянию, чем то, которое было до начала оздоровления Кроме общефилософских соображений Что в природе все устроено так Что мыслительно-информационный процесс задает программу И организует существование телесного уровня человека У Караваева были и другие основания считать Сознание управляющей субстанцией И здесь он ссылается на тысячелетний опыт религиозных учений Указывающих на верховенство Творца Мышление как источник энергии Трудности и неудачи даются нам Либо как наказание за неправильные поступки Либо как испытание И то, и другое надо уметь принимать спокойно Как подарок судьбы Так говорил Виталий Караваев Караваев считал, что энергетические потребности организма человека Не могут быть полностью удовлетворены Только за счет питания и дыхания Вознейшим источником энергии для человека Караваев считал процесс мышления Это учение он взял из древней йоги Которая утверждает, что чем более сконцентрированной является мысль человека Тем больше энергии она дает В связи с этим Караваев полагал, что интеллектуально развитые, активно мыслящие люди Нуждаются меньше в физической идее, чем люди слабомыслящие Психологически пассивные и заторможенные Сейчас подтверждением этой гипотезы служат Известные многим творческим личностям Состояние эйфории, энергетического подъема Испытываемого ими в процессе творческого мышления Многие из подобных личностей в процессе своего вдохновенного творчества Не испытывали потребность в приеме пищи Они просто забывали о еде, питаясь энергиями творения При этом они испытывали состояние энергетического насыщения Эта же мысль Караваева подтверждается фактами лечебного голодания Сам процесс голодания переносится гораздо легче теми людьми Которые в это время заняты интенсивным интеллектуальным трудом Помните, я рассказывал, что дух питается возвышенной радостью То есть энергиями творения, которые важнее всех иных Виталий Караваев как автор новаторских идей на стыке разных наук Когда человек стремится к познанию, оно само постепенно начинает стремиться к нему Ангельские силы ждут, когда человек созреет для принятия очередной истины Вот и Караваев изучил многие науки, выдвинул гипотезу психического естественного отбора Рассмотрим ход его мысли Исходя из того, что сильные отрицательные эмоции приводят организм к общему болезненному состоянию Было выдвинуто предположение наличия у личности человека механизмов самонаказания и самопоощрения Оказывается, на этом утверждении Караваев выдвинул гипотезу о так называемом психосоматическом естественном отборе Действует этот отбор так Возникшие в сознании человека отрицательные эмоции включают механизм самонаказания Его действие нарушает нормальную деятельность всех систем организма, а значит вызывает болезни Караваев полагал, что такой механизм действует на уровне нервной, эндокринной, иммунной и питательной систем Современные исследования подтвердили это Наиболее вредными, разрушающими для человека отрицательными эмоциями Караваев считал страх, зависть, злобу, ненависть и ревность Эти эмоции, как правило, возникают на почве узости сознания, которая свойственна эгоистическому мировоззрению личности Что касается системы самопоощрения, она работает созидательно, оздоровительно При смелой, доброжелательной и бескорыстной настройке психики Эта система гармонизирует процессы жизнедеятельности и обеспечивает выделение в кровь правильных гормонов Которые на уровне физиологии ведут целительную работу То есть правильная работа сознания запускает цепочку целительных механизмов С уровня тонких тел на физическое В даосизме это называется внутренним эликсиром О чем я вам постоянно толкую Вырабатывает внутренний эликсир, который вырабатывается за счет радости, удовлетворения, наслаждения красотами окружающего мира Еще раз подчеркну, что без психоэмоционального оздоровления Надежное оздоровление и моложение организма недостижимо Продуманные и сбалансированные режимы питания, физической активности, фитотерапии Рухнет при первых порывах отрицательных эмоций И запустит механизм самонаказания Говоря о гипотезе психического естественного отбора по Караваеву Можно смело утверждать Если человек не научится владеть своим сознанием А пребывает во власти негативных эмоций То он вымирает от психосоматических болезней Психа это душа, сома тела То есть тех болезней, которые передаются с уровня сознания на тело И успешно продолжают жить только те люди Которые научились разумно относиться к жизни Позитивно относиться к разнообразным жизненным событиям И пребывают в позитивном настроении А если кратко, то ценить сам феномен жизни Как величайший дар И относиться к нему соответственно Что мешает людям жить счастливо? Ответ неоднозначен Некоторые считают, что это отрицательные эмоции Я специально исследовал этот вопрос Это уже я Все начинается с побуждений Именно они заставляют жить и действовать каждое живое существо Удовлетворение или неудовлетворение этих побуждений На латыни это инстинкты Порождают ответную реакцию Довольство? Да Досады? Нет Да, это будут положительные эмоции Нет, отрицательные Особенно ярко это проявляется у детей лет до 7 Но вот дальше на этот процесс активно влияет Что? Мировоззрение человека И его надо сформировать правильно В мире очень много соблазнов Которые так и хотят, чтобы человек их удовлетворил И получил положительную эмоцию Например, понравилась вещь? Стянул Но мировоззрение выступает регулятором Что можно делать, а что нельзя И при этом нельзя Не должно вызывать чувство неудовлетворения А значит отрицательные эмоции Человек, руководствуясь этим сводом понятий Которые уже сформированы религией Например, 10 заповедями Которые указывают, что человек не должен делать Чтобы жизнь в социуме, коллективе, семье Была нормальной и здоровой Игнорирование этих правил, заповедей Порождает в обществе социальное напряжение И портит здоровье его членов Это порождает неисчерпаемые страдания Которые с эмоционально-психического уровня Опускаются на физиологию И порождают физические болезни Эту особенность подчеркнул в 30-е годы Караваев Что отрицательные эмоции Не дают людям возможность достичь Высокого уровня здоровья И поддерживать его долгие годы Для устранения негативного влияния психики Караваев разработал эффективную методику Психической саморегуляции Условно-рефлекторное мышление Понятие о психической программе Методики психической саморегуляции Караваев создал из идеи Сеченова о рефлекторной природе Сознательной и бессознательной деятельности Например, осознанно и многократно Повторяю одной и той же мысли Сознание человека программирует И становится условным рефлексом В итоге комплекс подобных условных Мыслительных рефлексов Создает стереотипы мышления Мыслительные программы А это означает автоматизацию мышления и поведения И заниматься этим можно и нужно Уже в период эмбрионального развития Ведь мать не только снабжает плод веществами И энергией, необходимыми для его построения физического тела Но и передает ему свои эмоции, привычки И духовное состояние Именно поэтому Виталий Васильевич подчеркивал Утруба матери в период беременности Является своеобразной кузницей физически и психически здоровых Или больных детей Психически свободных людей Или жалких рабов Отвратительных привычек Отрицательных условных рефлексов В данном случае речь идет о психокультуре Которая позволяет освобождать сознание людей От вредных психических программ Караваев рекомендовал Сознательно избавиться от вредных условных рефлексов Меняя их на положительные При этом он говорил Что к этому освобождению Люди должны прийти сами осознанно А не ждать, что их может освободить врач Или духовный наставник Для этого использовались молитва Утверждения, которые многократно повторялись Такое многократное повторение Программировало человека И создавало условный рефлекс Однако, должна быть осознанность Вернее, осознанное отношение к жизненным событиям Когда вы его не воспринимаете За что и почему А зачем и для чего Разница, чувствуете? За что мне это и почему А воспринимайте Зачем мне это и для чего Ведь любое событие Это ступень для вашего духовного восхождения Именно благодаря им Человек духовно растет Набирается опыта Ведь все, что с нами случается Вследствие наших предыдущих мыслей и поступков И чтобы пройти через горнила жизни Одних только условных рефлексов мало Нужно понятие и осознанность Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов ПРО Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok